Девятый открытый Кубок Республики Беларусь по кикбоксингу в разделе К1 проходит в эти дни. Этот турнир традиционно проводится в Полоцке. Его принимает спортивный комплекс единоборств «Олимпиец». В нем принимают участие 172 спортсмена со всех регионов нашей республики. Нам приехали гости с Латвии, с Литвы, с Россией. Торжественное открытие Кубка Беларуси состоялось 22 ноября. Спортсменам представили организаторов и партнеров турнира судейские бригады. Соревнования проводятся в трех категориях. Младшие юниоры 15-16 лет, старшие юниоры 17-18 лет, а также взрослые спортсмены от 19 лет и старше. В каждой из категорий по результатам четырех дней боев будут определены победители. Принимают участие чемпионы республики, мастера спорта международного класса, чемпионы мира, призеры мира Европы. То есть спортсмены высокого уровня. Кикбоксинг – один из самых популярных видов единоборств в Беларуси. Полоцк не случайно принимает важный турнир. В начале 90-х на ряду с Минском город на Двине был центром развития кикбоксинга. Сегодня в национальной сборной Беларуси почти два десятка палачан. В девятом Кубке Беларуси по кикбоксингу принимают участие 22 спортсмена из Новополоска и 19 палачан. Это воспитанники полоска из душер, физкультурно-спортсмена клуба и Витинского областного центра по единоборству. Беларусская федерация кикбоксинга была создана в 1992 году. Один из ее основателей – Евгений Добротворский, занимающий сегодня пост заместителя председателя Международного профессионального совета единоборств. На открытии турнира он еще раз подчеркнул значимость полочины в спортивной жизни нашей страны. Сысоев был первый тренер. Потом в Новополоске Хоминог они первые создали два клуба. И вот эти практически два клуба явились основой того кикбоксинга, который потом появился в Витебской области практически. То есть вся Витебская федерация начиналась с Полоцка и Новополоска. В Витебске сам кикбоксинг пришел гораздо позже. Поэтому отсюда традиции. Отсюда вышли первые призеры чемпионата мира из Витебской области. Они были оба из Полоцка. Это селедевский огурчонок. Кикбоксинг зародился в 60-х годах прошлого века. Он разделяется на американскую и японскую ветви. В нашей стране популярна именно японская. Она отличается от тайского бокса запретами на удары локтями и иным подходом к подсчету очков. Одним из главных мировых центров кикбоксинга являются Нидерланды. Судя по высоким успехам наших спортсменов на мировой арене не отстает и Беларусь.